Всем привет, я Лених, художник и комиксист, и сегодня я хочу поговорить про настоящий талант. Тема, часто поднимаемая художниками и довольно живоптрепещущая, но немножко в другом ключе. Про сам талант я могу сказать немного, есть он или нет, приятно ли мне слышать слова талант или они обесценивают старания. Зависит от самих фраз, и мне вспоминается институтский курс психологии, в котором говорилось, что у каждого есть способности к чему-то, которые маркируются интересом, благодаря которому человек будет проявлять усердие, а развитые способности называют талантом, и наивысшее развитие с вкладом в мировую культуру гениальностью. И в этой концепции, мне кажется, все логичным, и нет противопоставления таланта и работы. И я думаю, этим все сказано. Я же хотела поговорить о восприятии таланта, которое я часто встречала раньше, еще до общения с разными авторами, и заметила на канале Artifix, и каждый раз, слыша подобное, во мне поднимается возмущение. Концепция такая. Настоящий талант не только дар, но и проклятие. За него платят рассудком, а рефлексия без улучшения своей жизни — это жерство своему творчеству, которое настоящий талантливый автор не может не создавать. Примерами для этого служили авторы 19 века со своими проблемами. Есенин, алкоголизм и все такое. Я немного затрагивала эту тему, что переживания порой служат для человека толчком их переосмыслить и рассказать в художественном произведении, и референсом для того, чтобы это передать живо и красиво. Но мне кажется, даже если ты использовал переживания по поводу боли в руке продуктивно, отразив в своем произведении, чтобы, например, нарисовать его, эта рука вам очень понадобится, если вы будете, собственно, рисовать. Я не вижу логики в том, чтобы не улучшать жизнь, не лечить эту руку, чтобы принести ее в жертву таланту. Тем более, что часто такие жизненные беды, поданные как проявление таланта, откровенно вредят окружающим и вызывают у меня мысль, как хорошо, что сейчас есть психотерапия, часто законодательство. И меня это больше всего задевает. Подача проблем ментальных и социальных как показателя гениальности, точнее, неизбежной ее побочки, если это настоящий талант, который рефлексирует, но жизнь не улучшает. А если не рефлексирует, то обычный негодяй. Получается, талантливый автор – это человек, для которого правила не писаны, и буквально природа работает на них по-другому. Именно этот аспект в теме про талантливых людей, мне кажется, самым странным и вредящим. Разделение обычных людей и талантливых, которые талантливы во всем, даже в алкоголизме. Но как понять, что ты талант и право имеешь творить и чудить? Ведь далеко не все признанные потом люди, или написавшие после произведения, которое становится культовым, или даже просто известным, когда чудили до этого, знали, что они настоящие таланты. А тем более не знали окружающие. А если ты не чувствуешь себя таким, то, может, и нет смысла начинать стараться, собственно, что-то писать, а не чудить. Может, все равно ничего не получится, если я не чувствую этого дара и проклятия. В общем, мне это все кажется таким вредным бредом, и я не считаю, что вообще есть какое-либо проклятие, только проблемы и болезни и выбор человека, который порой не самый приятный. Забавно, что в школе на уроках литературы никогда не говорилось про то, что рассматриваемый автор в чем-то мог быть неправ. И тем более не раскрывались конфликты двух этих разных авторов, которые в чем-то друг с другом спорили, иногда очень нелицеприятно. Изучаемый автор всегда самый лучший человек, великий и великолепный во всем, что бы он ни делал. Можно сказать, что имеется в виду, что, например, Достоевский понимал, что его игровая зависимость — это плохо, и даже игрока написал, а многие неталантливые этого не понимают и продолжают портить другим жизнь без рефлексии по этому поводу. Да, конечно, лучше это понимать, но почему это остальные, которые не пишут, не понимают? И почему все авторы понимают все свои проблемы? И что самое главное, чем им помогает то, что они их не решают? Столько проблем в том числе у людей из, так сказать, творческих профессий, потому что у всех жизнь не очень. И у них в том числе. Мне кажется, естественно, что если человек офигенно делает что-то или хорошо разбирается в какой-то сфере, это совсем не подразумевает, что он также хорош, компетентен и вообще знаток всего и добряк по жизни. Например, Конан Дойл был фанатом спиритических сеансов, и нарисованные на картоне фигурки феи убедили его в их существовании. Да и сама концепция, что есть что-то, в данном случае творчество, если оно по-настоящему талантливо, а кто это определяет, более важна, чем права и здоровье людей. Мне не нравится жутко. И работа автора никак не характеризует его как человека, настолько в этой жизни преисполнившегося, что в маргинальном поведении генерирует гениальные произведения. Ему нужно, ему можно, он же автор. Я считаю, что более уважительным к авторам настоящего и прошлого было бы изучение их творчества, понимая, что даже если кому-то он был неприятен, а его позиция чужда, этот человек создал истории, которыми могут наслаждаться и вдохновляться, а некоторые из них стали важным вкладом в культуру человечества, повлияв на поколение после себя. Кто-то, вероятно, не был оценен, как мог бы быть, а кто-то мог бы создать намного больше, если бы жил лучше. Например, не уходил бы в запои или не умер в гулаге. В конце концов, они такие же люди и не особого сорта, о любых действиях которых нужно говорить с придыханием. Но даже если они были как личности нам неприятны, они оставляют после себя отпечаток своего времени. И в этом мне видится основная заслуга и кайфа авторства в целом. Я буду очень рада прочитать, что вы думаете об этом. Ваше мнение мне всегда очень интересно. За моим комиксом вы можете наблюдать в инстаграме и телеграме, поддержать его на патреоне. Всем мира, удачи, здоровья и пока!